МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более того, скажу вам сейчас, опять же, истинно, что пришла я на работу в детский фонд на три года, а задержалась в нем на 23 года. И детский фонд стал для меня смыслом, целью и вообще школой жизни. Есть те, для кого детский фонд стал семьей. Среди них Татьяна Колесник. В 91-м году фонд помог ей стать приемной матерью, и за 23 года в семье женщины появилось 36 детей. Говорит, если будет возможность, возьмет еще одного. Таких больших семей в области немного, но они всегда общались и помогали друг другу благодаря общественной организации. Фонд был тем местом, куда мы приходили. Всегда. Я приезжала в Иркутск, я шла в детский фонд. Это была такая радость для души. Защита, помощь. Было такое смутное время, и было тяжело. Сейчас фонд занимается реализацией 24 благотворительных проектов. Это «Теплый дом», «Глухие дети», «Детский туберкулез» и другие. Такие замечательные, простые, непонятные названия проекты «Помоги ребенку». Они уже стали традиционными и исполняются из года в год. И, в общем-то, являются той площадкой, благодаря которой мы можем каждый житель от мала до велика проявить себя с самой лучшей стороны. В рамках проекта «Дети глубинки» фонд помогал детям из Тафаларии. Фильм «Маленьким тофом. Большую заботу», снятый телекомпанией «Аист», подробно рассказывает об этом. Вообще же, у фонда очень много друзей среди крупных предприятий и организаций «Приангарья». Сегодня все они пришли поздравить юбиляров. В качестве символических подарков друзья фонда продемонстрировали яркие творческие номера. Антонина Махнёва, Константин Синицын. Новости сейчас.